Визиты сенаторов в регионы с индивидуальной программой социально-экономического развития принесли свои результаты. Накопленный опыт реализации программы в каждом отдельном субъекте и его анализ привели к пересмотру сроков и финансирования в регионах СИПСЭР. У нас в Совете Федерации в марте Валентина Ивановна, председатель Верхней Палаты, дала поручение Комитету по экономике совместно с двумя другими комитетами, которые связаны с регионами более тесно. Это Комитет по федеративному устройству и Комитет по бюджету, который как раз занимается финансовым обеспечением данных программ. Все-таки провести мониторинг хода реализации индивидуальных программ развития, которые были приняты в апреле прошлого года, по 10 регионам, которые иногда называют в кавычках отстающими, иногда называют регионами с низкой бюджетной обеспеченностью. В Республике Тыва есть немало направлений, работа по которым приведет к интенсивному развитию региона. В первую очередь это инфраструктурный вопрос. Слабая транспортная доступность региона и его энергодефицит являются основными тормозящими прогресс проблемами. Мы не можем говорить о каком-то развитии малого и среднего бизнеса, соответственно экономики, если тариф на порядок отличается от того же соседа, например, Хакасии. А у нас фактически в Республике Тыва получается, что средняя обеспеченность на человека это 14,2 квадратных метра. При этом норматив по России 18 квадратных метров, а средняя обеспеченность по России 25. И это большая социальная проблема. Жилищный фонд Республики также имеет недостаточные темпы развития. Хорс правительства Республики Тыва на его увеличение, а также понимание проблемы на уровне Совета Федерации несут большие перспективы на жилищном рынке в Республике. Но при этом есть одна большая просьба, рекомендация Совета Федерации, которую поддержали все 10 регионов. Она касается того, что все-таки 5 лет, которые выделяются этим регионам на решение всех этих вопросов, на которые рассчитаны были индивидуальные программы. То есть они были до 2024 года включительно. Этого периода недостаточно. То есть мы только начнем их реализовывать и закончится эта программа. То есть для того, чтобы вот этот цикл был завершен, нужно по крайней мере 10 лет. Кроме этого поднимался вопрос на этом последнем пленарном заседании, им завершалась весенняя сессия Совета Федерации, что одного миллиарда тоже недостаточно, что нужно удвоение до хотя бы двух миллиардов. В Туве необходимо всестороннее развитие, но также нельзя забывать и об отраслях, которыми Тува может зарабатывать сама. Одной из них является туризм. Хотя в условиях пандемии говорить об этом сложно, но ситуация со временем стабилизируется. Даян Дансирюн, Владимир Сюртук, Кузел Сарыхсирен, Тува-24.